Всем привет! Меня зовут Сергей. Вы смотрите канал Old School Gamer. И на прошлой неделе я пропустил традиционное видео про новинки PlayStation Network. У меня как бы уважительная причина. У меня был день рождения. Я вообще не снимал всю неделю никаких видео. Отдыхал от всего этого. Ну и давайте сегодня посмотрим. Ну собственно вот. Для начала стоит сказать, что теперь нету никакого PlayStation Network. Теперь есть Сен. Sony Entertainment Network. И вчера вечером уже надо было, ну может даже раньше появилось, принять лицензионное новое соглашение. Но PlayStation Store так и остался PlayStation Store. Вторая неприятная новость. Это собственно PlayStation Plus. Вчера, сразу после того, как PSN стал сеном, мне на почту пришло письмо, что годовая подписка увеличивается с 1950 до 2399 рублей. То есть на 450 рублей годовая подписка стоит на плюс дороже. Ну как видите, еще пока не изменилось. Можно успеть урвать по старой цене, что я собственно вчера и сделал. Просто у меня годовая подписка получается уже в этом, ну вот в этом месяце должна была закончиться. Я успел, вчера зашел, купил по старой цене, сэкономил, продлил. Все-таки плюсом как бы пользуюсь. Жалко переплачивать, тем не менее. Ну как вы видите, еще игры никакие не обновились. Сегодня 1 октября. Не знаю, 1 октября новинки должны появиться. Может, магазин не обновился. Может, они появятся в следующую среду. Пока я не понял, что-то не следил за этим. Давайте зайдем в игры. Все игры и посмотрим, что нового. Собственно, вот, приордеры всякие идут. Из интересного могу обратить внимание, что появился Drive Club. Написано недоступно, но он стоил 3000 рублей. И появилось улучшение для Drive Club в PlayStation Plus Edition за 1700 рублей. То есть PlayStation Plus Edition нам дадут всего на 1300 рублей. Поиграть, если так вот посчитать, то, что обещали изначально целую игру дать. В итоге 1700 все равно доплачивай. Ну, по крайней мере, смотрите, прикольно. Вот заходишь сюда, нажимаешь подробнее, пишут. Вы не можете приобрести этот продукт, у вас уже есть PlayStation Plus. То есть хотя бы не пытаются обмануть, продать более дорогую. Ну, тени Мордора появились. Предзаказ, хотя на компе он уже вышел. Ну и, собственно, вот что-то Лары Крофт, Temple of Assyris. Ничего особо нового-то я и не вижу. Resident Evil Revelations полная версия. А это просто пустая страница. Defense Grid, кстати, вот уже появился. Это целая. Надо добавить в корзину. На компе делал Early Access. На Ncell тоже можно поиграть. Я тут узнал. Ну, что-то я не вижу никаких новинок. Я даже не пойму, успел ли обновиться-то магазин вообще. Или я смотрю обновления за прошлую неделю до сих пор. Но вы уж извините, если вы в курсе, пишите в комментариях. А я завтра зайду, посмотрю. Если что-то новое появится, сделаю второе видео. Собственно, что еще посмотреть. Дема-версия. Дема-версия. Вот после NHL и FIFA появился еще PES. Последние сплошные. Ну, смотрите, просто из всех дема-версий пять вот так углом идут спортивные игры. Причем из них четыре от Electronic Arts и одна вот от Konami. И три игры по LEGO. Остается только War. Не очень такая игра. И шикарнейшая версия пяти. Просто вот ее одной было бы достаточно в этой списке, на мой взгляд. DLC для Watch Dogs вышла. Watch Dogs на компе играю. Ну, и, собственно, такое чувство, что как будто не обновился все-таки магазин. Ну, тогда, наверное, и закончим. Посмотрим, что будет завтра. Уже, как-никак, все-таки полночь. То есть, обновиться-то по времени должен был. Ну, и, как видите, играю сейчас в Destiny. На этом закончим. Впереди будет много видео на этой неделе. Ждите, каждый день будет что-то новое. Подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Комментируйте, ставьте лайки. Ну, и что вы на самом деле думаете про подорожание PlayStation Plus'а? Всем пока!